Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернатор Вячеслав Федорищев обсудил с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Тарасенко развитие речных перевозок в регионе и проект создания федерального портово-логистического хаба. Правительством Самарской области ведется большая работа по обновлению речного пассажирского транспорта. В ближайшие годы планируется поступление новых судов, реконструкция причальной инфраструктуры и строительство здания речного вокзала в Самаре. Кроме того, разработаны меры по привлечению молодых специалистов. Самарский регион обладает всеми необходимыми ресурсами и возможностями, чтобы стать одним из ключевых звеньев международного транспортного коридора Север-Юг. Благодаря выгодному географическому положению и наличию практически всех видов транспортного сообщения Самарская область может стать в ближайшие годы одним из лидеров отрасли, отметил губернатор. После совещания глава региона Вячеслав Федорищев и руководитель агентства речного и морского транспорта Андрей Тарасенко дали старт строительству двух пассажирских судов нового типа. Их создают по федеральному заказу в рамках государственной программы и в дальнейшем будут использовать крупные транспортные компании. Анатолий Головко расскажет подробнее. На Самарском заводе «Нефтефлот» приступили к строительству двух пассажирских катамаранов. Новый проект стартовал с закладки киля будущих судов. Согласно техническим характеристикам, катамараны должны вмещать на своем борту около 300 человек и развивать скорость до 10 морских узлов. Замечательный проект «Пассажирские катамараны» для работы на территории России будет ходить от Санкт-Петербурга до Ломоносова. Почетным гостем торжественной церемонии стал глава региона Вячеслав Федорищев. Он обратился к сотрудникам завода и пожелал успехов в реализации намеченных планов. Будем ждать, когда эти суда выйдут. Будем на них смотреть. Они по-настоящему уникальные, новые. Как и все, что сделано в Самаре, сделано с качеством, сделано с любовью. По словам губернатора Вячеслава Федорищева, для Самарского региона речное судоходство является одним из важнейших приоритетов на сегодняшний день. Команда главы региона уже готовит большой амбициозный проект, благодаря которому Самара должна стать одним из важнейших международных грузовых хабов. Анатолий Головко, Сергей Баскин. События. Вторые сутки в Самаре продолжается процесс подключения зданий к теплоносителю. Напомним, что согласно постановлению главы города Элина Лапушкина, отопительный сезон стартовал 25 сентября. В приоритетном порядке подача отопления организуется потребителям, относящимся к социальной сфере. Тепло уже подают в 12 учреждений здравоохранения. Это стационары и больницы с круглосуточным пребыванием пациентов. Поэтому их подключают в первую очередь. Об этом стало известно на заседании профильного городского штаба по отопительному сезону, которое прошло в Департаменте городского хозяйства и экологии администрации Самары. С 1 октября тепло начнут подавать в многоквартирные дома и в остальные здания города. Все профильные службы готовы к оперативным работам. Предполагается, что процесс запуска отопления займет 2-3 недели. Руководитель департамента Александр Андреянов отметил, что погодные условия пока благоприятные, что позволяет более мягко войти в отопительный сезон. К тому же в конце недели, по прогнозам синоптиков, ожидается потепление. В связи с этим специалисты напомнили, если необходимо уменьшить температурный режим, возможность регулировать его есть у каждого потребителя тепловой энергии. Также обсудили и завершение работ по перекладке теплосетей. Всего в этом году ремонтируют и модернизируют 28 километров теплотрасс на 24 участках. Основной массив работ выполнен, на нескольких участках они продолжаются. Их завершат в конце сентября, начале октября, после чего будет выполнено восстановление благоустройства. Оставшиеся работы на трубопроводах не скажутся на старте отопительного сезона. Любая перекладка, она начинается с подготовки резервной схемы. Соответственно, подача горячего отопления, подача горячей воды, в случае этого, никак не ограничена. Это такая же труба, просто лежащая временно на земле, а не под землей. Вот и все, пока выполняется монтажная работа. В Самарской области продолжается прививочная кампания. Вакцинироваться от сезонного гриппа можно без отрыва от производства. В группе риска по заболеваемости работники городского пассажирского транспорта. Особенно водительские и кондукторские составы, которым ежедневно приходится контактировать с большим количеством пассажиров. О том, как проходит вакцинация сотрудников трамвайно-троллейбусного управления, расскажут наши корреспонденты. Около медпункта трамвайно-троллейбусного управления сегодня особенно многолюдно. Здесь собрались самые ответственные сотрудники, которые следят за своим здоровьем и нацелены на профилактику сезонных заболеваний. Наталья Матвеева – начальник маршрутов водителей. Всегда вакцинируется в числе первых. Говорит, для коллег – это личный пример, а для близких – повод не переживать о ее здоровье. Они уже привыкли, что я каждый год от и коронавируса прививалась, и от гриппа, и, в общем-то, поэтому на больничные я вообще очень редко ухожу. Постоянные люди, поэтому я себя обезопасить хочу и всем водителям нацеливаю на то, чтобы пришли и провакцинировались. По словам директора трамвайно-троллейбусного управления Александра Горшкова, его подопечные ежедневно контактируют с большим количеством пассажиров, а значит, рискуют заболеть. Мы это разъясняем и доносим, и со своей стороны делаем все возможное, чтобы люди прививались, чтобы не болели и работали во благо нашего предприятия. На сегодняшний момент основным пластиком является ремонтный персонал, потому что находится на территории депо, часть водителей наблюдается, кондукторы не так много, потому что многие находятся на линии. Но после возвращения с линии у водителей и кондукторов еще будет возможность вакцинироваться. Вакцины будут доставлять на предприятии в дальнейшем по графику. Для удобства во всех депо, во всех транспортных парках проводится прививочная кампания. Прямо сюда на место приезжают медицинские работники, у них с собой в наличии вакцины, и сотрудники фактически без отрыва от производства, в удобном для себя режиме, могут поставить себе прививку. Перед прививкой пациентов осматривает врач, он измеряет температуру тела и оценивает общее состояние сотрудников. Если у человека есть признаки простуды, то вакцинацию следует отложить до полного выздоровления. Как правило, две недели до введения вакцины у человека не должно быть проявлений заболевания. После прививки иммунитет формируется 10-14 дней. По словам врачей, в этот период человек не застрахован от инфекций. Однако, если пациент все-таки столкнется с болезнью, то с легкостью ее перенесет. Если температура будет ниже, ее может вообще в принципе не быть, то есть будут какие-то минимальные катаральные явления, которые не сильно отразятся. Мы используем вакцину, которая может вас защитить от трех штаммов вируса. На вакцинацию сотрудников отводится несколько недель. Это необходимо для того, чтобы все желающие успели сделать прививку. Вакцинация – дело добровольное, однако необходимое, подчеркивают специалисты. Светлана Кудрявцева, Ксения Баканова, Константин Головин. События. Жители Самары и Самарской области с 1 сентября могут получать кэшбэк 20% при пополнении транспортных карт через систему быстрых платежей онлайн. Часть от потраченных денег в течение минуты возвращается на банковский счет. Предложение будет действовать до 31 декабря. Как стать участником акции и что говорят те, кто ей уже воспользовались, расскажет Ксения Баканова. С 1 сентября жители Самары и Самарской области могут получить приятные бонусы при оплате проезда в общественном транспорте. Пассажиры общественного транспорта получат дополнительную выгоду при пополнении транспортных карт. На счет вернется кэшбэк в размере 20%, если пополнять транспортные карты с помощью системы быстрых платежей. Зачислить средства на транспортную карту можно в мобильном приложении ОТК. Его можно скачать в Рустор и Гугл Плей. Важное условие. Ваш смартфон должен работать на базе операционной системы Андроид. Необходимо пополнить баланс проездного через систему быстрых платежей. Часть потраченных средств в течение минуты вернется на ваш банковский счет. Студентка Наталья Ковылина уже является участником акции. Каждый день ей приходится много ездить на пары в университет, а иногда с одного конца города на другой. Девушка говорит, про акцию ей рассказали друзья. Решила попробовать и не прогадала. Пополняет свою транспортную карту через систему быстрых платежей всего две недели. А выгода уже составила почти 300 рублей. И так хорошо, что у нас есть студенческие карты, но вот сейчас появилось такое приложение новое, называется ОТК, объединенная транспортная карта, благодаря которому теперь можно получать кэшбэк в целых 20%. Вот я уже воспользовалась, мне очень понравилось. Действительно, это очень выгодно, так как я студентка. Нужно как-то еще ходить, веселиться, потому что молодость-то у нас одна. Поэтому это очень удобно и очень здорово, что вот появилась сейчас такая возможность. Очень я оценила. Сумма кэшбэка на одного пользователя до 1000 рублей в месяц. Предварительно нужно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте вампривет.ру или в мобильном приложении «Привет». Предложение будет действовать до конца декабря. Стать участниками акции могут держатели карты жителей Самарской области, студенческой, школьной, а также единый и виртуальный транспортных карт. Ксения Баканова, Константин Головин, Сергей Баскин. События. В Самарском университете открылся фестиваль беспилотных авиационных систем «Дотянуться до неба». Он призван популяризировать одну из самых быстрорастущих технологических отраслей в России и мире и объединить любителей и профессионалов в области беспилотников. Фестиваль проходит в 18 регионах страны в рамках реализации нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Подробности расскажет Светлана Кудрявцева. Освоить управление дронами, узнать о проектировании квадрокоптеров, проверить общий уровень технологической грамотности. Все это позволяет сделать Всероссийский фестиваль беспилотных авиационных систем «Дотянуться до неба», который проходит в 18 регионах страны в рамках реализации профильного национального проекта. В 63 регионе площадкой для фестиваля стал Самарский университет, где действует Центр беспилотных систем научно-производственное подразделение в составе Института авиационной и ракетно-космической техники. На текущий момент реализуется национальный проект «Беспилотные авиационные системы». И в рамках данного национального проекта есть пять федеральных проектов. Безусловно, с одной стороны, нужно создавать сами летательные аппараты и инфраструктуру к ним, с другой стороны, нужно готовить кадры. И вот подготовке кадров как раз и посвящен проект, федеральный проект «Кадры для баз». В этом проекте активно участвует наш университет, активно участвует и Самарский регион. Фестиваль является частью комплексной работы, которая организована университетом 2035 в рамках федерального проекта «Кадры для баз». И в этом комплексе предусмотрена реализация образовательных программ, поддержка образовательных организаций, которые занимаются разработкой и реализацией этих программ, и продвижение вопросов образования в области беспилотников, среди молодежи, студенческой аудитории, школьников, ну и всех интересующихся. Сегодня подготовка пилотов и конструкторов БПЛА важна для предприятий промышленного сектора региона, сервисных технологий, агропромышленного комплекса. У предприятий есть запрос на специалистов, поэтому прививать школьникам интерес к беспилотникам – одна из ключевых задач в Самарской области. С 1 сентября 17 школ создали специализированные кружки, классы, которые будут как раз-таки направлены на развитие дополнительных навыков наших ребят по отрасли беспилотных авиационных систем. На базе еще одного колледжа Самарского у нас создан центр практической подготовки. Все это реализуется при поддержке правительства Российской Федерации с участием федеральных средств и субсидий, которые мы стали получателем в этом году. Правительство Самарской области активно участвует во всей линейке федеральных проектов, которые представлены в национальном проекте беспилотной авиационной системы. Фестиваль «Дотянуться до неба» носит профориентационный характер. Он включает в себя три направления. Мечта – это квест-игра для школьников, технологии для старших участников, которые смогут отработать навыки пилотирования в симуляторе и даже самостоятельно разработают дрон, а также направление общества – площадка для обсуждения инструментов, федерального проекта – кадры для беспилотных авиационных систем. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. Около 150 специалистов по охране труда прошли мастер-класс по оказанию первой помощи. О том, как спасти человека в экстренной ситуации, врачи рассказали на семинаре об учении по оказанию первой помощи пострадавшим от теории до практики. Подробности расскажет Елизавета Прокопенкова. Умение оказать первую помощь – это как умение читать и писать. Нужно каждому. В экстренной ситуации такой навык может спасти чью-то жизнь. В Самаре провели семинар об учении по оказанию первой помощи пострадавшим от теории до практики. Участниками стали 150 специалистов по охране труда из разных организаций. Поскольку несчастный случай может произойти абсолютно с любым человеком, поэтому нельзя выделять какую-то отдельную категорию работодателей, для которых наш семинар был бы актуален. Он актуален абсолютно для всех работодателей, которые осуществляют свои действия на территории города Самары. Мы очень надеемся, что те знания, которые они получат в рамках сегодняшнего мероприятия, они передадут уже дальше своим работникам. Семинар включал в себя как теоретическую, так и практическую часть. Сначала участникам рассказали об изменениях в правилах оказания первой помощи, которые вступили в силу с начала сентября. А потом кандидат медицинских наук Михаил Чуприлин провел мастер-класс. Показал, как помогать людям в экстренной ситуации. Медицинская помощь, она начинается, даже экстренная помощь, через 20 минут практически. Пока поступает сигнал о том, что человек находится в угрожающей жизни ситуации. Машина скорой помощи, приняв вызов от диспетчера скорой, выезжает. Но пройдет 20 минут, и может такое быть, что уже приезжает, когда человек, уже необратимые изменения, он погиб. Михаил рассказывает, что научиться оказывать первую медицинскую помощь может каждый. Курс обучения занимает 16 часов, а углубленная подготовка – 40. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров, События. В Самарском метро открылась выставка «Герои и подвиги» – часть Всероссийского проекта Российского военно-исторического общества. Вагоны-подземки украшают портреты 38 героев России и Советского Союза. Каждое фото сопровождается биографией бойца с описанием подвигов. Проект поддержали в администрации города. Подробнее в нашем сюжете. Дмитрий Красный с гордостью смотрит на портрет своего отца, который теперь украшает вагон Самарского метро. Мужчина, которому присвоено звание «Герой России» во время исполнения боевых задач СВО, один из героев выставки проекта, организованного российским военно-историческим обществом. Это мой самый лучший папа и мой авторитет, на который я должен равняться. Спасает нас, чтобы у нас было мирное небо над головой. Портреты героев теперь будут украшать вагоны Самарской подземки в рамках всероссийского проекта «Герои и подвиги». Каждое фото сопровождается биографией бойцов, где подробно описано, за какой подвигом вручали Герой России или Герой Советского Союза, потому как среди 38 человек есть и участники Великой Отечественной войны, и участники СВО. Мы понимаем, что для жителей города, региона будет возможность ознакомиться с этими судьбами, когда они едут куда-то, по дороге на работу, но они будут читать важную, нужную информацию, которая в первую очередь поможет им задуматься о чем-то, молодым ребятам поможет действительно понять, почему эти ребята совершили геройский подвиг. Сам проект реализуется с 2022 года. Портреты героев выставлялись на специальных стендах на площадях и в скверах в разных городах России, а также во время празднования памятных дат воинской славы страны. А в этом году разработали новый формат внутри общественного транспорта. Мы просто не могли себе позволить не участвовать в этой выставке, поэтому, естественно, мы с превеликим удовольствием предоставили подвижной состав. В вагонах метро, во всех поездах метро размещены фотографии наших героев. И вот мы видим, насколько это важно, нужно и востребовано для наших людей. Люди должны видеть героев, помнить героев. В планах продолжить проект и уже в наземном транспорте города. Портреты будут размещены и в новых трамвайных вагонах, а затем отдельно выставка будет работать и во время парада памяти на площади Куйбышева. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. Далее коротко о других темах. В нем содержится рекомендация банкам заключать договоры на срок не более 30 лет и на сумму не выше, чем 80% от справедливой стоимости предмета ипотеки. Новый стандарт защиты ипотечных заемщиков позволит избежать манипулирования условиями жилищного кредитования, хотя и влечет за собой снижение возможности для отдельных заемщиков получить ипотеку. Стандарт станет обязательным для банков с 1 января 2025 года. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но есть риск, что, по крайней мере, какая-то часть старых лифтов до этого срока не доживет и станет опасной для эксплуатации намного раньше. Отмечается, что первые работы начнутся в многоквартирных домах со следующего года. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Министр культуры России Ольга Любимова провела рабочее совещание с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Обсудили текущие и будущие культурные проекты. Министр отметила, что значимым событием в Самаре стало открытие филиала Третьяковской галереи. Важно, чтобы здесь, помимо проведения интересных выставок, функционировал детский центр и лекторий, куда смогут приходить люди разного возраста, отметила министр. Летом регион провел масштабное мероприятие – Всероссийский фестиваль семейного художественного творчества «Семья России». Театры и коллективы Самарской области активно участвуют в программах «Большие гастроли» и «Мы – Россия». Отдельное внимание на встречу уделили реализации национального проекта «Культура». В столице региона завершился пятый международный музыкальный фестиваль «Шестакович над временем». Он проходил в Самаре более двух недель. Выступали музыканты с мировыми именами. Чем удивляли зрители на финальном концерте в Самарской филармонии, расскажут наши корреспонденты. На сцене филармонии «Бас» солист Государственной академической симфонической капеллы России Руслан Разыев исполняет вокально-симфоническую поэму на стихи Евгения Евтушенко «Казнь Степана Разина». Композитор – легендарный Дмитрий Шестакович. Руслан Разеев приехал в Самару впервые, чтобы принять участие в международном фестивале «Шестакович над временем». «Огромная честь переехать в ваш город. Он настолько чудесный. Само произведение, по сути своей, мне кажется, необычное тем, что главный герой и народ. Также вот в этом произведении сливаются именно вот эти вот две линии. Причем происходит такая метаморфоза, то что вначале народ встречает моего героя Степана Разина как, может быть, такого, какого-то, ну, в лице какого-то скомароха, что ли, где к концу произведения уже происходит такая метаморфоза, что народ уже ему именно сочувствуя провожает его в слезах». В этом году фестиваль проходит в пятый раз. Его заключительный день совпал с днем рождения композитора Дмитрия Шестаковича. С 7 по 25 сентября в городе на Волге выступали лучшие музыканты и коллективы страны. Именно в военном Куйбышеве в 1942 году Дмитрий Шестакович завершил написание легендарной седьмой симфонии, премьера которой также состоялась в запасной столице. «Мы давно хотели, чтобы фестиваль, такой большой фестиваль искусств проходил в нашем городе, в нашей области. И мы рады, что это событие стало уже традицией. И в пятый раз фестиваль собирает выдающихся исполнителей с мировыми именами». «Сам фестиваль – это событие, ну, как сказать, большого гуманистического, что ли, порядка, философского порядка. Это композитор, который, с одной стороны, нас возвращает на 20-е столетие, а с другой стороны, все время понимает, что Шестакович, такие имена, как Бах, Шестакович – это имена на столетие. Поэтому имя Шестаковича будет жить в наших сердцах». На закрытии фестиваля для зрителей впервые в Самаре сыграли и неоконченную оперу Шестаковича «Большая молния». Светлана Кудрявцева, Полина Челякова, Валерий Майоров. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Администрация промышленного района поддержала и направляет на конкурсный отбор в рамках государственной программы «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» общественные проекты «Наш двор», восстановление тротуаров и внутриквартальной дороги с ее расширением, устройство отдельных элементов пешеходной части по улице Шверника, 17. Удобство в дом, устройство системы канализации по улице Путиловской, от Вольской до проспекта юных пионеров. И зеленый двор обустройства тротуара и газонов с системой автополива по адресу улица Старозагора, 159А, информирует телеграм-канал района. Дни с 25 по 29 сентября Министерство здравоохранения России объявило неделей ответственного отношения к сердцу. Правильное питание, богатое омега-3 жирными кислотами, клетчаткой и антиоксидантами, значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Умеренные аэробные упражнения, такие как ходьба, плавание или велосипедные прогулки, способствуют улучшению кровообращения и укреплению сердечной мышцы. Применение техник релаксации, таких как медитация или йога, может существенно повлиять на общее состояние сердечно-сосудистой системы. Забота о сердце – это непрерывный процесс, требующий осознанного подхода к каждому аспекту жизни, пишет телеграм-канал Кировского района Самары. Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки города сообщает, что родителям при рождении близнецов предоставляется единовременная выплата. Необходимым условием оформления является постоянная регистрация одного из родителей и детей в Самаре. За оформлением нужно обратиться в любой офис МФЦ. Также оформление выплаты доступно на региональном портале Госуслуг. Подробную консультацию можно получить по телефону 340-08-47. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok